всем привет вы на канале тех ревизор и сегодня у меня на тесте робот-пылесос от китайского бренда еди модель k650 сразу скажу что опыт использования роботов-пылесосов у меня около двух лет я лично держал в руках большинство моделей от популярных производителей поэтому тут не будет маркетинговых штучек и прочей ненужной информации в первую очередь моя задача рассказать на что он способен и кому он подойдет так как подойдет модель не всем но обо всем по порядку если вам полезен такой контент можете подписаться на канал и поставить лайк а я в свою очередь буду брать еще больше роботов-пылесосов на тест кстати ссылки на покупку робота я оставлю в описании и так быстро распакуем и посмотрим что производитель положил в коробку непосредственно пылесос зарядную станцию дополнительные пять сменных салфеток для влажной уборки модуль крепления салфетки для влажной уборки инструкция запасной хеппо фильтр дополнительную комбинированную щетку для ковров основная уже установлена в принципе комплектация для цены робота от 11 до 13 тысяч рублей отличная а за дополнительные салфетки и две основных щетки отдельное спасибо и каждый робот в этом сегменте этим комплектуется посмотрим внешний вид и конструкцию робота тут есть пару моментов которые я могу выделить робот действительно ощущается в руках качественно и не выглядит дороже многих конкурентов верхняя крышка из стекла ее проще протирать от отпечатков пальцев и пыли стандартный мягкий бампер две боковые щетки датчики перепада высоты на дне робота и раздельная подвеска тут все достаточно стандартно стоит отметить конструкции основной щетки я подобную конструкцию встречал у ай лайф щетка вся из резины и работает она по типу скрипка то есть даже при минимальной мощности робота-пылесоса крупный мусор по типу гороха который не каждый вертикальный пылесос всасывает эта щетка просто закидывает в пылесборник это отличное решение для уборки твердых поверхностей проверено не одним месяцем использования но в комплекте есть и комбинированная щетка которая лучше справляется шерстью на коврах обе щетки разборные легко чистится на контейнере есть инструмент для очистки удобное расположение не потеряется контейнеру робота комбинированный пылесборник на 400 миллилитров а бак для воды на 300 миллилитров этого объема хватит запасом предусмотрена тройная фильтрация воздуха через сетчатый фильтр поролоновый и хеппа такая конструкция продлевает срок службы хеппа фильтра не знаю почему те же роботы от роборок не используют такую конструкцию в бак для воды установлен электромагнитный клапан который спасает от протечек если робот стоит на базе он позволяет регулировать степень смачивания салфетки в целом получается что к конструкции робота у меня ноль претензий для этой цены все сделано отлично тесты теперь о самом важном посмотрим как робот убирается и по ходу уборки я расскажу о навигации и прокомментирую результаты уборки предварительно по комнате я расставил препятствия в виде штативов ножек стола стула это наглядно покажет все нюансы навигации и также рассыпал крайне много мусора условия конечно далеки от реальных такое количество мусора вряд ли можно встретить при обычной эксплуатации но все сделано исключительно для наглядности запускаем робот с приложения и начинаем уборку оповещение приложения на русском языке мелочь а приятно кстати в приложении можно регулировать уровень громкости оповещений пока робот убирается фоном расскажу о главных функциях предложения выведу окном сбоку учитывая что робот с гироскопом построения карты тут нет но можно выставить некоторые функции выбрать режим уборки из трех вариантов я запустил на автоматическом выбрать мощность всасывания три уровня мощности задать уровень смачивания салфетки расписание журнал уборок контроль за состоянием расходников и некоторые другие менее важные функции присутствуют до картографии не хватает но это стандартно для данного сегмента даже те функции что есть в наличии присутствуют далеко не у всех роботов этого сегмента и немного характеристик первое мощность всасывания 2000 паскалей достаточно приличная учитывая что многие флагманы работают на такой же мощности второе аккумулятор до 2600 миллиампер час время работы до 120 минут время зарядки 360 минут размеры 335 на 75 миллиметров кстати из-за того что я не смотал шнур зарядной станции робот конечно же его потащил вообще я рекомендую крепить зарядную станцию на двухсторонний скотч это упрощает повседневное использование робота я освободил и продолжил уборку штативы робот тоже не жалел на тестовой уборке видно что робот двигается змейкой иногда по диагонали иногда по ровной траектории наличие массы препятствий заставляет его иногда задуматься что в принципе стандартно для этого сегмента за первый проезд он покрыл около 90 процентов площадки пропустив один участок около базы если сравнить состояние до и после уборки разница колоссальная на втором запуске пропущенные зоны были убраны полностью базу нашел хотя и ходил очень странно вокруг нее но потом все-таки припарковался смотрим контейнер с мусором и мусора он собрал очень много а пыли мне кажется еще больше в целом хороший результат за эти деньги а теперь запустим влажную сухую уборку на стенде начнем с сухой на стенде рассыпано много мусора разного характера и робот легко этот мусор всасывает боковые щетки двигаются достаточно быстро из-за чего некоторые мусор раскидывается по углам углы это боль всех роботов естественно в углах мусор остался влажная уборка заливаем воду смачиваем салфетку и запускаем робота посмотрим как он справится с кофейными пятнами на твердой поверхности что в итоге естественно робот с этим справляется от себя добавлю все роботы в этом сегменте убирают плюс-минус одинаково и влажная протирка полов им под силу поэтому полученный результат изначально являлся вполне очевидным для меня что можно сказать в итоге робот справится с уборкой вашей квартиры если ее размер не превышает 50 квадратов я бы рекомендовал его исключительно для однокомнатных двухкомнатных квартир если площадь больше и много препятствий он гарантированно будет пропускать некоторые области но даже в такой ситуации за каждую уборку вы будете наблюдать массу собранной пыли и мусора то есть поддерживать чистоту он может но для больших площадей я бы покупал робот на базе лидара из плюсов отмечу удобные разборные две основные щетки наличие электроклапанов баки для воды вместительный контейнер для пыли и воды хорошая мощность всасывания наличие приложения и русский язык качественная сборка из минусов слабая навигация что неудивительно для этого сегмента на этом у меня все если вам понравился обзор то ставьте лайк и напишите в комментариях какой робот вы хотели бы увидеть в следующем обзоре до встречи в новых видео